Глубоко уважаемые председатели и участники форума, разрешите вам представить результаты наших исследований и свойств опухолевых клеток, которые могут иметь значение для эффективности клеточной противоопухолевой иммунотерапии. Баланс между иммуногенностью и иммуносупрессией является ключевым моментом в создании отологичных противоопухолевых вакцин. В то же время очевидно, что разнообразные молекулярные механизмы позволяют опухоли избежать или модифицировать противоопухолевый иммунный ответ. Опухолевые клетки В результате формируются субпопуляции дендритных клеток, которые в настоящее время называются регуляторные дендритные клетки, супрессорные клетки миелоидного происхождения. И появление этих иммунофенотипов связывают с прогрессированием опухолей и метастатическими процессами. Таким образом, эффективность активной специфической иммунотерапии злокачественных опухолей зависит от биологии малигнизированных клеток, в том числе от экспрессии опухолиассоциированных антигенов и антигенов главного комплекса гистосовместимости 1-2 класса, от синтеза и секреции опухолевыми клетками молекул иммуносупрессоров, блокирующих функции иммунной системы. В ней онкологии Петрова с 1998 года ведутся исследования по созданию клиническому применению противоопухолевых вакцин, как на основе живых цельных опухолевых клеток, аутологичных и аллогенно-генетически модифицированных, и на основе иммунокомпетентных клеток, дендритных клеток из моноцитов периферической крови и из костно-мозговых предшественников. Мы изучали экспрессию специфических антигенов в ткани опухоли и клетках меланомы в культуре на ранних пассажах, и мы обнаружили, что на ранних пассажах культивируемые клетки меланомы сохраняют антигенный иммунофенотип исходной ткани. И анализируя клетки меланомы до 10-го пассажа, мы определили определенное распределение меланомоспецифических антигенов. Тот же самый феномен мы обнаружили, изучая экспрессию специфических антигенов в ткани опухоли и клетках рака почки в культуре на 2-5 пассаже. И такие же знакомерности мы обнаружили для клеток рака предстательной железы в культуре на 2-м пассаже. Потеря экспрессии специфических антигенов клетками меланомы кожи в процессе пассирования приводила к тому, что на 35-м пассаже почти 50% культур не экспрессировали антигены семейства МЭЙЧ-1, примерно 69% культур экспрессировала С100 и около 73% культур экспрессировала ГЛИКОПРТИН-100. Та же самая тенденция наблюдалась в отношении антигена мелан-А и тирозиназы. Экспрессия исследуемых антигенов таким образом к сотому пассажу сохраняется примерно в 3% случаев. И для этого необходимо иметь достаточно большую коллекцию клеточных культур, чтобы иметь возможность отобрать клеточные линии, достаточно стабильно воспроизводящие свой антигенный иммунофенотип. Мы получили, охарактеризовали несколько клеточных линий меланомы кожи, которые прошли более 200 пассажей, экспрессируют раково-тостикулярные антигены, НИИСО, антигены семейств МЭЙЧ, БЭЙЧ и ГЭЙЧ. Эти клеточные культуры депонированы в Институте цитологии РАН и оптимизированы для нагрузки дендритных клеток и оценки поствакцинального иммунного ответа. Аналогичные процессы происходят в организме пациентов. На данном слайде представлена ситуация конкретного пациента. Из ткани первичной опухоли выделены были клетки, которые на пятом пассаже сохраняли экспрессию мелан-А и гликопротеина-100, которые были выявлены на тканевых срезах. Культура клеток, полученные из рецидива опухоли, уже не экспрессировала данные антигены. Та же самая картина наблюдалась в отношении тирозиназы и семейства антигенов МЭЙЧ-1, когда в культуре, полученной из рецидива опухоли, эти антигены не выявлялись, в отличие от культуры клеток, полученных из первичной опухоли. Таким образом, генетическая нестабильность в процессе опухолевой прогрессии приводит к гетерогенности клеточной популяции и нестабильности экспрессии специфических антигенов, что может приводить к своеобразной дивергенции свойств клеток опухоли, культивируемых инвитро, и метастатических клеток в организме больного. И это может быть причиной снижения частоты объективных ответов при вакцинотерапии опухоли. Опухолевые клетки способны синтезировать растворимые факторы, создающие условия локальной системной иммунодепрессии. На данном слайде представлен небольшой спектр тех факторов, которые могут синтезировать опухолевые клетки, и которые мы изучали в своей работе. Эти факторы создают иммуносупрессивную сеть в микрокружении опухоли и оказывают, как я уже упоминала, ингибирующее действие на дифференциацию дендритных клеток из их предшественников, их созревание и нормальное функционирование. Интересным представляется легант активационного рецептора цитотоксических телемфоцитов и НК клеток, который гиперэкспрессирован в клетках опухолей, и в результате протеолиза слущивается с поверхностью опухолевых клеток. Блокада активности иммунных клеток связана именно с циркулирующими молекулами этого леганда, и он является причиной низкой плотности активационного рецептора. Иммунохимический анализ содержания МИКЕЙ в сыворотке крови и тканях онкологических больных показывает значительное превышение содержания этого фактора по сравнению с нормальными показателями. Иммунохимический анализ содержания МИКЕЙ в супернатантах опухолевых клеток больных, культивируемых для приготовления вакцин, показал увеличенную экспрессию МИКЕЙ первичными культурами меланомы, кожи, рака почки, рака предстательной железы по сравнению с контролем, которым служили нормальные фибробласты кожи человека. И в процессе длительного пассирования клетки меланомы кожи демонстрировали увеличение экспрессии этого фактора. Сопоставление содержания МИКЕЙ в супернатантах клеток и сыворотке крови больных, получающих вакцинотерапию генетически модифицированными опухолевыми клетками, показал зависимость клинического эффекта от содержания МИКЕЙ в супернатантах клеток меланомы кожи, культивируемых для приготовления вакцин. И динамика содержания МИКЕЙ в сыворотке крови больных меланомой кожи, получающих вакцинотерапию, продемонстрировала, что больных, у которых развилась стабилизация заболевания, содержание МИКИ практически не менялось в ходе вакцинации, а больные, у которых наблюдалось прогрессирование заболевания, имели резкое увеличение этого фактора в кровотоке. Трансформирующий фактор роста БТ-1. Показано, что он синтезируется клетками меланомы, нейробластомы, разнообразных карцином, лейкозов, и в конечном итоге, находясь в микроокружении опухоли, способствует стимуляции роста опухолей путем угнетения функций цитотоксичности и продукции цитокинов киллерными клетками. Иммунохимический анализ этого фактора в супернатантах опухолевых клеток, культивируемых для приготовления вакцин, и в плазме крови больных, получающих вакцинотерапию модифицированными опухолевыми клетками, показал также зависимость клинического эффекта вакцинотерапии от содержания этого фактора в плазме крови больных меланомой кожи. Культуры клеток больных, которые имели стабилизацию заболевания или частичный регресс, синтезировали гораздо меньшее количество этого фактора, чем больные, у которых имелось прогрессирование заболевания. Также нами была обнаружена увеличенная экспрессия этого фактора в первичных культурах меланомы кожи, рака почки и рака предстательной железы по сравнению с контролем, и мы наблюдали увеличение продукции этого фактора в результате длительного пассирования клеток меланомы кожи. При применении вакцин на основе дендритных клеток мы сопоставили продукцию интерферона гамма-опухоспецифическими лимфоцитами, определяемыми в или спот-тесте, и содержание иммуносупрессирующих факторов в сыворотке крови больных в процессе ДК-вакцинотерапии. Обнаружили, что у больных с достаточным клиническим эффектом наблюдается в ходе вакцинации рост продукции интерферона гамма, и содержание иммуносупрессирующих факторов, таких как МИКЕЙ и ТГФБТ-1, оставалось на одном и том же уровне. В то же время, как у больных с недостаточным клиническим эффектом, продукция интерферона гамма не менялась, но имелась тенденция к увеличению содержания иммуносупрессирующих факторов в сыворотке крови больных. Сопоставление продукции иммуносупрессирующих факторов культивируемой клетками пациентов, которые получали дендритно-клеточную вакцину, больных с достаточным и недостаточным клиническим эффектом, мы получили достоверные различия. Суммируя все данные по применению вакцин разных типов, мы использовали дискриминантный анализ продукции иммуносупрессирующих факторов опухолевыми клетками пациентов, получающих клеточную противопухолевую вакцину, и построив каноническую дискриминантную функцию, базирующуюся на показателях продукции МИКЕЙ и ТГФ-бета, мы смогли правильно предсказать результат лечения практически в 85% случаев. Далее мы изучали интерлекин-10, который вызывает угнетение экспрессии антигенов главнокомплекса гисосовместимости первого класса на опухолевых клетках и оказывает прямое влияние на опухолевые клетки, приводя к стимуляции их пролиферации. Мы также изучали иммуноферментным методом содержания этого фактора в клеточных культурах и обнаружили, что имеется превышение содержания этого фактора в супернатантах клеточных культур по сравнению с контрольными показателями и наблюдалась та же самая тенденция роста продукции этого фактора в результате длительного пассирования клеток меланомы кожи. Сосудисто-эндотелиальный фактор роста. Он экспрессируется, как показано, практически всеми клетками опухоли и приводит к аутокринной регуляции роста опухоли. Синтез этого фактора связывают с диссеминированной стадией опухолевого процесса и к плохим прогнозам. И мы изучали продукцию клеточными линиями солидных опухолей разных изоформа эндотелиального фактора роста, а также плацентарного фактора роста. И обнаружили, что наиболее ярко выражена продукция клетками сарком мягких тканей, ракомолочной железы и меланомы кожи именно изоформы А. И также хорошо выражена продукция плацентарного фактора роста. Индивидуальный анализ клеточных культур меланомы кожи, рака почки, сарком мягких тканей показал тенденцию к увеличению продукции этого фактора в процессе длительного пассирования. Кроме того, нам представлялось интересным изучить факторы адгезии, инвазии и метастазирования. Мы использовали для этого мультиплексный анализ, который позволяет определять одновременно до 27 аналитов в одних и тех же образцах. К сожалению, в докладе невозможно представить все данные. Мы выбрали такие наиболее иллюстративные и интересные. Например, анализ содержания гликопротеина, мембранного белка суперсемейства иммуноглобулинов, которые относятся к классу молекул клеточной адгезии, Пикам-1. Это один из основных белков межклеточных контактов эндотелиальных клеток, который присутствует на некоторых других клетках в организме. И, как показано в недавних исследованиях, эти молекулы индуцируют иммуносупрессию в микроокружении опухоли, воздействуя на Т-лимфоциты, что приводит к ингибированию их цитотоксических функций. Среди изучаемых культур клеток наибольшей продукцией этого фактора отличались саркомы мягких тканей, а в процессе длительного пассирования мы наблюдали всю ту же тенденцию увеличения продукции фактора. И количественное определение содержания фолистатина, который вовлечен в процессы клеточной дифференцировки, усиливает инвазивный потенциал опухолевых клеток и способствует формированию метастазов в костях. И он ингибирует противоопухолевую активность клеток иммунной системы, способствуя экспансии иммунорегуляторных стволовых клеток, которые генерируют функционально несостоятельные клетки, экспрессирующие низкий уровень молекул CD8. Также среди культур меланомы кожи, рака молочной железы, рака почки, саркомы мягких тканей отличались достоверно больше экспрессии продукции этого фактора. И опять-таки мы наблюдали при длительном культивировании меланомы кожи и саркомы мягких тканей всю ту же тенденцию к увеличению продукции фолистатина. Нам представилось интересно посмотреть, как продукция тех или иных факторов связана с биологическими свойствами опухолевых клеток. И на данном слайде представлены результаты оценки миграционной способности культивируемых опухолевых клеток, определяемой с помощью автоматической системы SLIQ. Почему-то анимация не работает. Мы не обещали ее включить. Таким образом, на примере культуры меланомы кожи слева и саркомы мягких тканей мы определили, что скорость восстановления монослоя для клеток меланом составляет 40 часов, а для клеток сарком составляет 17 часов. И эти параметры коррелируют с теми измерениями, которые мы произвели молекулы адгезии, инвазии и метастазирования, таких как фолистатин, пикам-1, фактор роста гепатоцитов, эндотелиальный сосудистый фактор роста и гепарин, связывающий эпидермальный фактор роста. Таким образом, продукция иммуносупрусирующих факторов, культивируемой клетками солидных опухолей, может рассматриваться как предитивный фактор при вакцино-терапии онкологических больных. При приготовлении вакцин необходимо ввести отбор клеточных линий по экспрессии опухолеассоциированных антигенов и антигенов главного комплекса гистосовместимости. Рекомендуется тестировать опухолевые клетки, культивируемые для приготовления вакцин, на присутствие иммуносупрессирующих факторов и производить отбор пациентов, которым показана вакцино-терапия по экспрессии опухолеассоциированных антигенов и определению молекул иммуносупрессоров в их кровотоке. Спасибо за внимание.